конечно любые искусственные такие кардинальные вмешательства в лицо они не без последствий вот возьмем обычную биоревитализацию после каждого маленького уколчика в кожу у вас остается там внутренний шрам этот маленький шрам он уже нарушает пластичность тканей уже у вас кожа искусственно перетянута есть любой укол на самом деле даже любая инъекция это уже нарушение постального единства конечно мы всегда мы не можем прям жить в идеальном мире что уж никаких нет так не бывает навсегда взвешиваем пользу и пользу и вред и что для нас важнее поэтому если человек еще решился на инъекции так и важнее выглядеть в данный момент хорошо завтра я может умру завтра для меня хоть потоп но я конечно против безосновательного вмешательства любил любые филеры майгрируют и усиливаю провисание ткани делают лицо более течным а если если филер рассасывается образуется внутри пустотаread with the top филер растянул ваши внутренние ткани ахуд даже если он расставhmen а полностью ни когда они рассасываются запомнить это никогда полностью не рассосется внутри вот это вот пустота некроз ткани бывает после простого укольчика губ губы просто после блефаропластики там не приходится страшные по бочкам и вот вы готовы так рисковать напишите мне готовы или нет но в любом случае если у вас уже есть какие-то вмешательства заниматься фейс-фитнесом и массажем надо просто те места где свеженькие вмешательства мы не делаем именно там то есть по свежим нитям мы не работаем но когда они уже рассосались и там образовался коллаген вышел шов попросту говоря шрам внутренней мы его конечно прорабатываем